Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азаджумаханов и сурдоперевод обеспечивает Мараджумабеков. Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. Сурдоперевод обеспечивает Мараджумабеков. Валентина Спиридонова является почетным гражданином Каратальского района и имеет массу заслуженных наград. И сегодня, даже будучи на заслуженном отдыхе, она продолжает активно участвовать в общественной жизни Алматинской области. Когда в от имени главы государства, я как представитель на месте должен лично учиться. Спасибо вам. Мы все присоединяемся к этому, от всей души. Ну и всех вас тоже. Сейчас продолжаю в школе общественные работы веду. Представитель благотворительного фонда имени Кемеля Такаева, руководитель славянской диаспоры Каратальского района. Сейчас общественная работа. Живу. Воспитываю двоих дочерей. Уже воспитала внуки, правнуки. Мне очень-очень приятно, что сегодня меня поздравил Аким Алматинской области Баталов. Очень приятно. Огромное-огромное спасибо за такое большое внимание. Огромное спасибо. Продуктовую корзину многодетных матерей Талдыкургана пополнили сотрудники Центра занятостей и социальных программ. С 9 часов утра в супермаркете «Магнум» многодетные матери при предъявлении удостоверения личности смогли получить продуктовый подарок к Международному женскому дню. Как говорят организаторы, этой акции они призывают людей быть отзывчивыми и внимательными друг к другу. Для жителей двух сельских округов, входящих в состав города Талдыкургана, выдача будет организована в сельских акиматах. В общем, на выплату гарантированного социального пакета предусмотрено из бюджета 243 миллиона. Вопреки бытующему мнению о хрупкости слабого пола, женщинам давно и с легкостью даются исконно мужские занятия. В списке покоренных профессий прочно заняла свое место и работа в органах полиции. Как справляются с каждодневными обязанностями и с какими трудностями в работе сталкиваются представители цепер-красного пола. В работе следователей узнаем на примере героини нашего сегодняшнего сюжета. Женщина в полицейской форме уже давно не удивляет современное общество. Напротив, девушки в органах полиции занимают прочное место среди мужчин. Пример тому Ильнара Нургалиева. Несмотря на молодой возраст, в родном коллективе она уже зарекомендовала себя профессионалам, лишний раз подтверждая поговорку, когда заслуженный авторитет уже работает на молодого следователя. Получивший достойное образование в местных вузах, Ильнаре сегодня доверяет сложные уголовные дела. И она оправдывает доверие коллег. Очень добрая, отзывчивая девушка, свою работу хорошо знает. Иногда бывают моменты, когда затрудняюсь в своей работе, я обращаюсь к ней, спрашиваю, как здесь работать, какие моменты, она мне подсказывает. И ее советы помогают мне в дальнейшем довести свою работу до конца. Также стоит отметить то, что все-таки работа в полиции – это не работа для девушек. Но, однако, Ильнара, она доказывает обратное. Она иногда бывает даже ставит пример. Мне иногда даже, вот я беру с нее пример, расследует тяжелые, тяжкие преступления и доводит их до конца. Успехи начинающего следователя отмечает и ее руководство, указывая на лидерские качества своего сотрудника. К тому же багаж знаний и развитое чувство интуиции не раз помогали Ильнаре при ведении сложных дел. По словам коллег, она нетерпима ко лжи и несправедливости. А потому довести расследование до логического завершения – для нее дело принципа. Нургалия Ильнара сама зарекомендовала себя очень положительной стороной. У нее хорошее качество в том, что она целеностремленна и добивается своего. То есть она вот начала одно уголовное дело расследовать и вот до конца добивает. Где-то момент даже она любит даже и поспорить. Все мы люди где-то момент ошибаемся. Где-то говорим, допустим, квалификации, допустим, неправильно. Она нет, свое доказывает. И хочу признать, действительно, во всех спорах она всегда выигрывает. То есть она лидер в своем отделе. Я очень рад, что она у нас работает. Выбор профессии для Ильнары Нургалиевой не случайен. Следователь в третьем поколении. Она продолжает семейную династию. Дед по материнской линии был следователем. Отец Самет Нургалиев четверть века прослужил в органах полиции. Теперь и Ильнара – гордость для родителей и пример для подражания младшему брату. Доволен внучкой и Нургали из Какулы. Труженик тыла, почетный гражданин Алакольского района. Я никогда не думал, что Ильнара по моим стопам пойдет работать. Я думал, что педагогом или медиком, и в другом сфере думал, будет работать. Но после окончания университета попросил меня, можно ли работать органом внутреннего дела. Подумав, подумав, я против не был. Я по себе знаю, работа сотрудника полиции очень тяжелая, но и очень интересная. Я горжусь, что моя дочь работает там же, по моим стопам следователем. Я горжусь своей старшей сестрой тем, что она сотрудник полиции. Она иногда мне рассказывает интересные моменты своей работы. Я всегда с интересом слушаю ее и верю, что она сможет раскрыть любое сложное дело. Глядя на нее, я в будущем хочу стать следователем. Я хочу пожелать ей дорасти до высокого звания. Сегодня в органах полиции служат тысячи женщин. Ежедневно они исполняют свои обязанности наравне с мужчинами, при этом умудряясь сохранить женские качества – красоту, нежность, обаяние. Гендерная политика в Казахстане открыла широкие возможности для миллионов женщин. Сегодня прекрасная половина человечества осваивает науку и другие сферы жизни, доказывая, что она далеко не слабый пол. Гульмира Тимиргалеева, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Неслабый пол в преддверии 8 марта мы продолжаем серию сюжетов о прекрасных дамах. Талдыкурганка Юлия Кречетова полностью изменила себя. Как именно, расскажет мой коллега Дамиранитов. Каждое утро у Юлии Кречетовой начинается не с кофе, а с разминки в спортзале. Девушка работает фитнес-инструктором. Нежная снаружи, но волевая внутри, она может дать фору любому неподготовленному мужчине. В ее профессионализме сомневаться не приходится. Тому подтверждение довольные клиенты. Тренируюсь в этом зале уже 2 месяца. Как видите, особые плечи еще надо подкачать. Особых результатов уже видно на лицо. Я набрал в этом месяце, а за 2 месяца уже примерно 3 килограмма. Юля, мой тренер, весьма замечательный человек. Она подобрала мне хорошую методику. По словам тренера Юлии, любая тренировка в любом виде спорта, кроме шахмата, конечно, должна начинаться с кардионагрузок. В том числе бег на беговой дорожке. Сердце начинает биться быстрее. А тело нагревается, за счет чего интенсивно тренировок повышается. А риск получения травм снижается в разы. Фитнес и правильное питание. Вот секрет хорошей формы Юлианы Кричетовой. Только придерживаясь этих двух составляющих, можно добиться желанного результата. Девушка напрочь отказалась от вредной пищи и привычек. Сейчас она обучается на диетолога и планирует составлять рацион питания индивидуально для каждого клиента. К спорту пришла, можно сказать, спонтанно. Я тот человек, который брал освобождение в школе на физру. У меня были большие проблемы с весом. Я сама похудела почти на 40 килограмм. И когда я занималась в зале, ко мне стали подходить люди. Просили помочь тоже. И это меня, в принципе, сподвигло. Тренирую я уже второй год, получается. Достижения у нас имеются у каждой моей клиентки. Всегда приятно слушать отзывы. Тренирует Юлиана не только девушек, но и парней. К каждому клиенту у нее особый подход. Моя задача превратить в питанияшек всех пришедших, делится тренер. Я в восторге от тренера Юли. Когда я только пришла в зал, у меня сильно болела шея. Юля подсказала мне упражнения, которые помогли снять боль. Я очень благодарна ей за это. Да и мои физические данные заметно подросли. Здоровье улучшилось. Несмотря на, казалось бы, хрупкое тело, личный рекорд в жиме платформы у Юли – 300 килограммов. И 70 килограммов присед со штангой стоя. Цифры поражают. Однако своим посетителям гнаться за числами она не советует. Нагрузка тяжелым весом и неправильная техника могут привести к травмам. Такое обилие различного тренажеров. Можно накачать любую группу мышц. Но тут главное – не травмироваться. Нужна правильная техника. Благо в зале есть такой опытный тренер, как Юля, которая подскажет, как правильно выполнять данное упражнение. Ноги на ширине плеч ставим. Вроде как. Еще пошире. Вперед ко мне. Немножко вперед ко мне шагать. Таз назад тянем. Есть мужчины, которые считают, что в принципе девушка не может знать, что ему делать. И относятся с таким вот недоверием. Но в итоге все равно они спрашивают, как правильно сделать. Техника, вес. Юлия, например, твердого характера и несгибаемой воли. Преодолев свой страх и лень, она смогла добиться заветной цели – стать фитнес-тренером. Никогда не бойтесь трудностей, и у вас все получится, заключила героиня сюжета. Прикоснуться к таинству рождения дано не каждому. Это привилегия особой категории людей. В преддверии 8 марта наша съемочная группа встретилась с удивительной женщиной – профессионалом с большой буквы. Акушер-гинекологом, которая четверть века посвятила любимой профессии. Подробности смотрите далее. Пожалуй, одна из самых важных профессий – работа акушера. Ведь именно этот человек помогает младенцу прийти в мир. Айгуль Амангельды – врач-акушер-гинеколог областного перинатального центра. Вот уже четверть века она несет на своих хрупких плечах двойную ответственность за жизни матерей и новорожденных. Свой трудовой путь она начала с работы в Кугалинской районной больнице после окончания Семипалатинского мединститута. В настоящее время Айгуль Амангельды возглавляет родильное отделение. Как признается врач, свою профессию она очень любит, хотя и отмечает, что это далеко не легкий труд. Естественно, профессия акушер-гинеколога очень благородная, но тем не менее и тяжелая. С учетом, что у нас есть еще ночные дежурства, но когда у нас наступают роды и рождаются дети, действительно, каждая рода у нас снимает усталость. Когда эти роды проходят очень хорошо, благополучно, мы забываем об усталости и дальше идем делать свою работу. Для коллег Айгуль Марзахановна заведующая отделением. Но за строгой должностью стоит не только настоящий профессионал, но и добрый наставник и отзывчивый друг. Такими эпитетами ее описывают как опытные сослуживцы, так и новые сотрудники роддома. Айгуль Марзахановна профессионал с большой буквы. К тому же она добрый и отзывчивый человек. За два года, что я работаю в перинатальном центре, она всегда поддерживала нас, молодых специалистов. Мы очень ценим ее заботу. К тому же советы Айгуль Марзахановны не раз помогали нам в работе. За долгое время работы Айгуля Мангильды приняла несчетное количество родов. И если ей не упомнить имена всех роженец, то многие жительницы края помнят и уважают своего любимого доктора. Вот и в честь Международного женского дня с букетом весенних цветов и теплыми пожеланиями спешат благодарные женщины. Среди них и Лязад Жилыспаева, мать двоих детей. Как отмечает Лязад, стать матерью сына и дочкой ей помогла Айгуль Амангильды. Айгуль Марзахановну знаю 13 лет. С 2007 года у меня сыну 13 лет. Когда я пришла рожать, очень хотелось, чтобы принимала роды очень квалифицированный, хороший врач. И я очень благодарна Всевышнему, что я попала к Айгуль Марзахановне. Она может, я же говорю, очень физически и морально поддержать очень хорошо. И родила я и сына очень хорошо родила, и вот дочку очень хорошо родила. И легко, можно сказать, с ее помощью, с ее поддержкой. И я за это очень благодарна. Ненормированный график работы, ночные дежурства и срочные операции не только не разрушили, но скорее сплотили дружную семью Айгуль Амангильды. За 30 лет совместной жизни она с супругом Маратом Амангильды Улы вырастила двоих детей. К слову, сын пошел по стопам матери. В настоящее время он заканчивает медицинский вуз. Сноха тоже медик. Заниматься любимым делом Айгуль может благодаря поддержке семьи. К тому же они гордятся родным человеком. В свое время Айгуля Амангильды окончила школу на золотую медаль, а вуз – с красным дипломом. Вот и сейчас свою работу она тоже выполняет на отлично. Первое время, может быть, и сложно было, но тогда мы молодые были, не заметили папу. А сейчас мы просто привыкли, что она уходит, работает в днем и ночи. Ну, это ее профессия. Она любит свою работу. Гордимся, что она, что все ее знают, все благодарят ее. Хоть здесь по соседству, хоть в городе, куда бы ни пошли мы, везде все здороваются, все знают Айгулу Амангильды. Со слов Айгуля Амангильды, демография областного центра с каждым днем растет в арифметической прогрессии. Только за два месяца текущего года на свет появились более тысячи новорожденных. Вместе с тем отмечается и снижение младенческой и материнской смертности. Несомненно, в этом особый вклад таких профессионалов, как Айгуля Амангильды. Гульмира Тимиргалеева, Абзал Нусепов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Главное, ребята, сердцем не стареть. Такой девиз у 104-летней жительницы города Текили. Халикен Киздикбайхаза. Мать шестерых детей, 30 внуков и 88 правнуков. Встречает международный женский день в добром здравии, хорошем настроении и в окружении семьи. В чем секрет долголетия и семейного счастья, расскажет Дамиранитов. Каликен Киздикбайхаза в июле этого года отметит свой 105-й день рождения. С самого детства девочка отличала своей добротой и проницательностью. После получения образования юная Каликен вышла замуж. Однако семейное счастье длилось недолго. В 37 лет она стала вдовой. Это был самый тяжелый период. Молодой женщине пришлось самой ставить на ноги шестерых детей. Однако эти трудности лишь закалили ее. Сегодня она уважаемая, а пак, которые приходят за советом. Несмотря на свой преклонный возраст, она сохранила бодрость духа и ясность ума. Я младшая дочь моей любимой матери. Сейчас мне 73 года. Сама воспитала пятерых детей. Есть девять внуков. Хочу от всей души поздравить свою маму с Международным женским днем. Ее воспитание и те знания, что она нам дала, мы пронесем через всю жизнь. Долгожительницу окружает своей любовью и заботой шесть детей. 30 внуков, 88 правнуков и 34 праправнуков. Для них она главный авторитет. Без ее благословения в семье не начнется ни одно дело. Каликен Апа – живой пример сильной женщины для нас всех. Мы ею очень сильно гордимся. Она всегда такая веселая и бодрая. Я считаю, что ее секрет долголетия – это правильное питание. Она сама в свое время была искусным поваром. Очень вкусно готовила. Сейчас эта обязанность возложена на нас. Она никогда не употребляла вредную еду. Все домашнее. Благодаря этому она и дожила до такого почетного возраста. Несмотря на то, что сейчас практически у каждого своя семья, все собрались за семейным дастарханом. Поздравить любимую бабулю с Международным женским днем прибыло все семейство. Эту традицию потомство Каликенки Зикпайкоза не нарушает уже долгие годы. Каждый раз ее дети, внуки и правнуки желают ей здоровья. Это самое ценное, что есть у человека. Тамир Анитов, Мадина Береккоза, Габит Кавдрахман, Телеканал ЖИЦУ. Поистине, женщина – это загадка. В ней таится множество качеств, в том числе стальной характер и несгибаемая воля. Одной из таких является жительница Ильейского района Мерверт Себасонова. После таинственного исчезновения мужа она в одиночку воспитывает четверых детей. Несмотря на нелегкую судьбу, женщина не опускает руки. Непростая история жизни Мерверт вывела ее на красную дорожку мирового кинофестиваля. В течение нескольких лет Мерверт Себасонова безуспешно искала своего пропавшего мужа. Потеряв надежду, женщина решила оформить социальное пособие, чтобы прокормить своих четырех детей. Но не тут-то было. В силу многих документальных формальностей это стало практически невозможным. Отчаявшись, Мерверт обратилась к журналистам телеканала «Казахстан». В студии программы «Харикет» женщина рассказала свою историю и попросила помощи. «Они нашли мне адвоката, который помог на бесплатной основе. Вместе с ним пошли в суд. Я написала заявление. И уже после я получила решение об утере кормильца. На сегодняшний день я получаю пособие в размере 60 тысяч тенге и выплаты, как многодетной семье». Появление в студии стало поворотным в жизни простой сельской женщины. Ее жизненная ситуация сильно растрогала режиссера Шарипу Разбаеву, которая решила снять фильм о многодетной матери и предложила Мерверт сыграть роль самой себя. «Сценарий к фильму я написала за одну неделю. Потом решила начать поиски актрисы, но подумала, что, наверное, никто лучше Мерверт сыграть эту роль не сможет. Кинокартину я назвала «Марьям». Это одна из трактовок имени. Та, кто воспитывает. Фильм снималась за свои деньги. Ленту мы отсняли за пять дней. Позже я отправила свою работу на разные международные кинофестивали». Дебют картины состоялся на международном кинофестивале «Влакарно». Представлять работу Шарипа Уразбаева пригласила и главную героиню. Это первый в жизни выезд Мерверт за рубеж. Оказавшись на красной дорожке, мать четверых детей еле сдерживала слезы радости. «Такие кинофестивали я видела только по телевизору. Оказавшись на красной дорожке, я испытала массу положительных эмоций, которые не могу описать словами. Не верила, что иду по красной дорожке на столь престижном мероприятии». Сказать, что после фильма жизнь Мерверт изменилась кардинально, нельзя. Сейчас она работает в одном из ресторанов Алматы и на судьбу не жалуется. Проживает наша героиня вместе с детьми в небольшой времянке. Дети всячески стараются помогать маме. Дома везде царит порядок. «Наша мама очень хорошая. Она нас практически не ругает. Для меня нет дороже людей, чем она, мои братья и сестрёнка. Я буду стараться сделать всё, чтобы мною гордились». «Женщина уверена, всё в её жизни будет хорошо, а весна принесёт обновление. Главная мечта – собственное жильё». Ануар Роман Гильдинов, Айдос Калиев, телеканал ЖИЦУ. У меня на этом всё. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова